Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Продолжаю выдергивать ДВС. Сейчас сниму капот и мы вместе с ребятами его выдернем. Освободим место, так сказать, под реактивную тягу. Делаем вещи. Подорви. Зажирание выносимо. За 5 минут промок весь. Как такая жара может быть? Давай второй ключ. Ребята, ну вот как это называется? Всё меняется. Глобальное потепление называется. Куда же его родимого? Давай вот сюда вот. Есть место, да? Всё удобнее будет. Ну да, и светлее будет. Откручиваем уже последние два болта. Снизу как-то всё легко дать. Такие удобные болты были. С подушечки сдёрнут. Смотри, вот так. Протащи снизу, давай. Давай за вот эти уши. За уши давай. Давай цепляй. А ну пойму ему в аккурат. Тут центр тяжести должен быть. Вот так. Давай не полностью. Вот так вот, да. Давай. Раз, два, три. Главное, что ничего не повредили. Ну всё, ребята, движок ликвидирован. Теперь много пустого места. Коробка на месте. Нужно снять с него маховик. Ещё пригодится. И сцепление. Сцепление вроде бы нормальное. Лепестки все в одной плоскости. Должно нормально работать. Машина поднялась. Офигеть как! Похоже, нужно будет что-то делать с пружинами. Глушок принято решение отпилить моим любимым инструментом. Ножовкой, ребята. Просто на улице слишком холодно. Плюс 35 где-то. Надо согреться. Сейчас откручу маховик и будем взвешивать, насколько мы облегчили. Поехали. 11 килограмм показывает. Что-то пошло не так. Сейчас в килограммах. Все равно 11 килограмм. 77. А, 77. Да, давайте поднимать. 72 почти. 77 или 72? 72. Ну отлично. Открываем старые записи. Смотрим, что здесь 116 килограмм. И записываем еще 72. Более существенные убавки пошли. Теперь глушитель. Вот так нормально. 12 и 4 килограмма. Радиатор, вентилятор и бачок. 7 килограмм. Коллектор тоже немало весит. Целых 6,7 килограмм. Ну и голова. 23 килограмма. Итого 237 килограмм в минус. Ориентировочно бэха весит тонну. Ну весело изначально. Минус 237 килограмм. Говорит о том, что у нас в сухом остатке 763 килограмма. Ну вот как-то так это пока что на данный момент. Ну а теперь, друзья, начинается самое интересное. Притащил две самых главных и самых важных детали, которые мне нужно соединить, дабы получить силовую установку на бмв. Газогенератор у меня в принципе есть готовый. Даже если что-то с лопаткой не получится здесь. Хотя я по-любому соберу. И этот газогенератор. Но у меня есть палочка-выручалка. Всегда есть второй работоспособный агрегат. Но вот здесь придется подумать, придется постараться, как соединить эти две детали. Я оставил маховик и там еще есть сцепление. Как я и говорил, вас ожидает довольно-таки крупногабаритное. Токарка в связи с этим. Ну и еще придется поработать над переходной плитой. Есть дюралевая плита 8-миллиметровая. Я думаю, жесткости и прочности должно хватить. На переходной плите планирую сделать уши крепления агрегата. Крутящий момент будет довольно-таки серьезный. И не хотелось бы, чтобы его сорвало с подушек. Работы предстоит довольно-таки много. Но все материалы у меня для этого есть. Поэтому, думаю, быстро дело пойдет. Не нужно будет ничего ездить покупать. Есть и плита. Есть и целый столбик вот таких гигантских болванок. Не уверен, что вы поймете масштабы диаметра. Но вот это, например, 250 миллиметров. Это около 200. Это что-то порядка 180. Здесь я немножко ошибся. Вообще-то вот так нужно соединить. И нужно определиться, куда будет выход. Я планирую сделать сопло с выходом через капот наверх. Ну а там посмотрим. Надеюсь, здесь можно выбирать любое положение. То есть крутить его как хочешь. Иначе, если оно куда-то в определенную сторону должно быть направлено, придется делать воздухоотвод. Потому что вниз делать реактивную струю пыли будет просто гигантское количество. Не хотелось бы создавать ее. Вот интересно, ребята. Глядя на эти две детали, не наталкивает все это дело вас ни на какие мысли. Что бы самое страшное могло бы здесь произойти? Вот самая большая катастрофа. Меня однажды просто в холодный пот бросило, когда я осознал это. Мы имеем свободную турбину, которая вращается в определенную сторону. То есть вот сюда, судя по лопаткам. Ну и соответственно вал тоже вращаться будет определенным образом. Также мы имеем коробку переключения передач, которая тоже не абы как вращается, чтобы машина на всех четырех или пяти передачах ехала вперед. Осознав, что есть вероятность, причем вероятность 50 на 50, что направления вращения могут не совпадать, меня буквально кинуло в холодный пот. Я в то время находился на отдыхе. И я буквально не мог дожить до того, как приеду в мастерскую и посмотрю все. Все протестирую, совпадает ли направление вращения. Но вроде бы, ребята, это конечно большое везение. Направления вращения совпадают. Остается сделать здесь муфту, сделать подшипниковый узел и все соединить. И мы поедем. Если бы не совпали, я даже не знаю, что бы мы делали. Ехали бы задом наперед или передвигались бы на задние передачи. А задняя передача не особо скоростная. Здесь обороты всего лишь максимальные около 3000. То есть максималку большую мы не сможем на нем показать. Но зато здесь большой крутящий момент. И до 100, вроде бы как под подсчетом мы можем разогнаться. Займемся восстановлением лопатки, ребята. Отрежу кусочек инконеля. Вот он, красавчик, лист 718. Очень точно нужно будет подогнать детали перед сваркой и прихватить. Потом обточу, заточу и все остальные манипуляции. Теперь нужно вытащить лопатку. Только лишь одну лопатку не получится изъять. Нужно подорвать еще одну, а то может быть даже и две. То есть они будут так вот немножечко смещаться. Одна сюда сместится. Ну а это возможно выйдет. Для начала две попробуем. А там посмотрим. Отжимаются вот эти вот маленькие кончики. Я уже пробовал, сколько раз можно их загибать. У меня есть много-много таких вот доноров. И пробовал до трех раз. Можно туда-сюда зажимать. На четвертый раз ломается. То есть одна попытка по-любому у нас есть. Но если каждый раз прогревать и загибать обратно, то попыток гораздо больше. Вытаскиваем. Дело не простое, как я сказал. Кропотливое. Сначала чуть-чуть подорвал отверткой, теперь плоскогубцами отжимаю. Лопатки тут особо жестко не держатся. Потому что новая турбина. Была бы старая, там был бы нагар и прочее. Она бы пожестче держалась. Это хорошо, не так ли? Видите, она пошла. И эта пошла. По-моему, нужно еще подрывать. Потому что не выйдет она. Какие-то такие дерзкие технологии на канале пошли совершенно. Видите, нужно постепенно вытаскивать. Ну и все. Она здесь уже практически не держится. Вытаскивается от руки. Надо бы еще вытащить соседнюю. Для того, чтобы измерять вес. Очень точно подогнал. Теперь пойду попробую приварить. Сделал продолжение металла, чтобы не оплавлялась по краям. Думаю, это мне поможет. Приварил, ребята. Вроде бы даже успешно. С обратной стороны зачистил. И еще раз обварю. Трещин здесь не замечено. Хотя металл, из которого изготовлена сама лопатка, он хрупкий. Но варил хастилоем. Он вот здесь с инконелем и с тем металлом перемешался. И я думаю, все должно быть нормально. Тем более здесь кончик он больших нагрузок не испытывает. Он испытывает тепловые большие нагрузки. Но тут уже зависит от материала. Но нагрузки на разрыв он испытывает крайне незначительные. Потому что находится на самом-самом кончике. То есть каждый из вас, я думаю, представляет, что в корневой части самая большая нагрузка. Потому что действует весь вес лопатки. А на кончике действует только сам кончик. По крайней мере, я так думаю, ребята. Если ничего не растрескается, то все будет держать. В инстаграм выложу качественные фото этого дела. И еще, ребята, несколько слов про то, что наварка это плохо. Что она потом отлетит и прочее, прочее, прочее. Что так не делается, ставится новая лопатка. По этому поводу могу вам объяснить следующее. Был у меня ротор вот такой. С сгоревшими лопатками. Вот с такими, ребята. Я попросил у аудитории поискать в закромах лопатки для этого ротора. В итоге мне нашли целый турбостартер. Понимаете? Далее мне еще раз прислали турбостартер, у которого одна лопатка была пожженная. То есть она не сгоревшая как-то в работе, а она пожжена именно людьми нехорошими. Чтобы найти новую лопатку, например, вот сюда, это сродни опять найти новый турбостартер. И все равно на этот турбостартер нужно восстанавливать лопатку, если мы хотим его дальнейшую эксплуатацию. Если мы не хотим дальнейшую эксплуатацию, то мы вот эти все лопатки, которые у меня есть, вот они все родимые. Мы их и будем считать запасными, например, для того турбостартера, который у меня сейчас есть рабочий. Это замкнутый круг и очень мало шансов найти эти лопатки. Я уже устал это искать, это бессмысленное дело. Тем более, что у меня еще есть один турбостартер. Если я захочу, я просто его использую вместо этого. Ну а этот я восстановлю, соберу и пусть он лежит себе в готовом виде. Он просто много места занимает в мастерской. Представьте, в разобранном виде. Мне хочется его собрать и превратить уже в полноценный агрегат. Ну а насчет того, отвалится или не отвалится эта лопатка, и насчет технологии изготовления. Ну вот здесь я приварил с помощью присадки хастилой. Самим вот этим металлом приварить невозможно. Все растрескивается. Это литьевая жаропрочная сталь. Ей возможно хорошо отливать лопатки, но всякие дальнейшие манипуляции проблематичны. Она очень хрупкая, ломкая и возможно сварить только с помощью хастилоя. Ну а здесь маленький кусочек там останется. Посмотрим, что получится. Я на канале изначально все восстанавливал, все делал. И я все-таки стремлюсь так и продолжать делать что-то восстанавливать, а не покупать новое, все менять на новое, ставить и поехали. Я хочу делать, ребята. Хочу восстанавливать. Вот и все. На этом весь сказ. Так что продолжаем восстанавливать эту лопатку. Дальнейшая моя задача такая. Здесь есть трещины микроскопические с обратной стороны. Вот я на них посмотрел микроскоп и дальше буду смотреть, вырежу их и буду заплавлять присадкой. Потом все обточу. Такая технология. Надеюсь, фото позволит сфоткать эти трещины и я их выложу в инстаграм. Вырезал все трещины, можно наваривать металл. Предварительно прогрею лопатку до высокой температуры, чтобы опять ничего не потрескалось. Постараюсь прогреть до красна, либо до появления цветов побежалости. Смысл нагрева тот же, что и в случае с чугуном. Добавить некой пластичности металлу. Видно, нагрелась до красна, пошли цвета побежалости. Теперь надо по-быстрому пробовать наваривать. Лопатка реально красная. Все, ребята, процесс сварки завершен. Включаем горелку и еще раз все прогреваем. Равномерно, хорошо. Чтобы уменьшить напряжение. Прогреваю реально очень хорошо. Я думаю, здесь сейчас около 1000 градусов. Вообще горелка до 2000 градусов греет. Естественно, за счет утечек тепла в атмосферу и в металл, в лист металла, то она не может прогреть до 2000 градусов. Вот что получилось. Трещин не замечено. Когда раскалено до красна, их очень хорошо видно. Наверное, у каждого токаря есть своя машинка для таких вот нестандартных работ. Я сейчас буду, ребята, запускать свою. Вот такая конструкция. Крепится вместо резцы держателя. Это обычная болгарка. И с помощью нее я смогу подрезать торцы на наваренной лопатке. Она выступает, она больше, чем стандартная. Стандартную я установил для контроля. Запускаем. Здесь обороты регулируются у меня. Можно добавлять и убавлять. Придется потом почистить станок, потому что попадет на него абразив. Но по-другому никак накрыть не могу, потому что лопатками зацепит любую тряпку. Все что угодно. Ладно, ребята, поехали. Запускаю процесс. Вот уже слышно касание. Значит, буду добавлять по две десяточки и делать проход. Все, поехали. Удобнее оказалось просто вот так делать, потому что пока там целый круг пройдет. Так шлифовка идет быстрее. И потихонечку добавляю, ребята. Итак, вот что получилось. Снутри я даже немного подполировал. И смотрим по весам. 20-25. 20-23. Немного даже ушел я. Нагреем, посмотрим на трещины. Вам, скорее всего, видно не будет, но мне очень хорошо видно, есть ли трещины, когда нагреваешь. Видно, что металл разный. Ну вот как-то так, ребята. Разный металл, разнородный. Да уж, друзья, пища теперь для размышлений. Если честно, я даже не знаю, что делать. Но я поставлю по-любому ее на ротор. Я уже попробовал согнуть этот кончик плоскогубцами. То есть попробовал отвалится, не отвалится. Гнется, ребята, немножко гнется и не отваливается. Значит приварено неплохо. Но видите, после нагрева как оно отделилось. Есть какая-то такая пища для размышлений. Жду этих самых размышлений в комментариях. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. В следующем видеоролике я вот это все дело, скорее всего, начну собирать. Также начну делать чертеж, может быть сделаю. И возможно даже начну токарить. Всех благодарю за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok